Бой за город Бакушевска. Командира убила утром, и нелепо на первый взгляд. Люк открыл на одну минуту, и шайной подгадал снаряд. Я тогда доложил по связи, принял роту, просился в бой. Комбалка запретил не сразу. А пехота пойдет с тобой? А пехота сидит в окопах, крепко ученная в бою. У нее уродимый опыт, артиллерию ждет свою. Бакушевск — невеликий город, деревянный, в один этаж. По всему было видно, скоро обязательно будет наш. В роще слышно, гремят составы на железнодорожном узле. Эх, ударить бы в лоб и справа, но пехота молчит в земле. Два часа простояли в роще, а потом я терпеть не смог. По домам городским на ощупь к огоньку бежал огонек. Поджигают. Ну что же, гады, это пламя вас возьмет. А пехота пойдет, раз надо. Рота, делай, как я, вперед! Как влетели мы, что там было, не припомнить и не понять. То ли пламя глаза слепило, то ли были мы из огня. Шесть взъявившихся тридцать четверок не жалели боезапас. То ли мы занимали город, то ли город врывался в нас. И на станции у состава, не успевшего отойти, паровоз повалили на бок на грохочущие пути. А потом пробил час пехоты. И, захлебываясь спеша, затрещал вокруг, заработал наш отечественный ППШ. Бой распался на эпизоды, где мы выполнили свой долг. Через день отвели на отдых наш отдельный танковый полк. Но не мы одни воевали, не о родных заслугах речь. Бакушевск и без нас бы взяли. Мы всего лишь не дали сжечь. Браво!